Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру продолжает цикл бесед о Евангелии от Матфея. Сегодня мы с вами читаем 13 главу. «Выйдя же в день тот из дома, Иисус сел у моря, И собралось к нему множество народа, и он вошел в водку и сел, А весь народ стоял на берегу, и получал их много притчами, говоря, Вот вышел сеятель сеять, и когда он сеял, иной упала при дороге, И налетели птицы и поклевали ту, иной упала на места каменистые, Где немного было земли, и скоро взошло, потому что земля была неглубока, Когда же взошло солнце, увяло, и как не имело корня, засохло, Иной упала в тернии, и выросла терния и заглушила его, Иной упала на добрую землю и принесло повод, Одно во сто крат, другое в шестьдесят, иной же в тридцать, Кто имеет уши слышать, да слышит. И, приступив, ученики сказали ему, «Для чего притчами говоришь им?» Он сказал им в ответ, «Для того, что вам дано знать тайны Царствия Небесного, а им не дано, Ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, А кто не имеет, у того и отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами, что они видя не видят, И слыша не слышат, и не разумеют. Избывается над ними пророчество Исаии, которое говорит, «Слухом услышите, не уразумеете, Глазами смотреть будете, и не увидите, Ибо огрубело сердце людей сих, И ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, Да не увидят глазами, не услышат ушами, И не разумеют сердцем, да не обратятся, Чтобы я исцелил их». Господь говорит притчами, вот он рассказывает притчу о Сеятеле, Это, кажется, непонятно, а почему мне сказать прямо? По нескольким причинам, и главная проблема, Почему люди не понимают притчей, Она очень простая, не хотят. Почему вам дано знать тайны Царства Божия? Потому что вы хотите их знать, Потому что вы последовали за Господом Иисусом Христом, И вы хотите понять, о чем речь идет, Вы хотите разобраться, вы хотите уразуметь, Вы хотите привожить к этому некоторые усилия, Потому что для того, чтобы нам понять Слово Божие, Нужно некоторые усилия привагать. До тех пор, пока мы внешние, до тех пор, пока мы не верим И не пытаемся вникнуть, что Господь нам хочет сказать, Но мы оказываемся в положении этих людей, О которых говорит пророк, Которые закрыли глаза и заткнули уши, И ничего слышать не хотят. Ваши же блаженны очи, что видят, И уши ваши, что слышат, Ибо истинно говорю вам, Что многие пророки и праведники Желали видеть, что вы видите и не видели, И слышать, что вы слышите и не слышали. Вы же выслушаете значение притчи о сеятеле. Ко всякому слушающему Слово о Царстве И неразумеющему приходит лукавый И похищает посеянное сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. Далее Господь изъясняет подробно притчу, И Он говорит, что разные типы почвы Это разные типы людей. В отличие от почвы, которая не меняется, Она не обладает свободной волей, Мы можем себя менять, Мы можем по-разному реагировать на Слово Божие. И вот реакция бывает разная. Всякому слушающему Слово о Царстве И неразумеющему приходит лукавый И похищает посеянное в сердце ему. Что человек не разумеет. Дело не в том, что это что-то Чрезвычайно сложное для понимания, А что человек не хочет понять, Насколько это важно, И он услышал и пошел себе дальше. Это как-то мимо, Это скользнуло по его сознанию И не коснулось глубоко. Дьявол похитил это. Это означает посеянное при дороге. А посеянное на каменистых местах Означает того, кто слышит Слово И тотчас с радостью принимает его. Но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за Слово, Тотчас соблазняется. Человек вроде обратился, Он испытывает энтузиазм, Он вроде бы какое-то время горит, Но потом наступает скорбь и гонение за Слово. И скорбь и гонение Может приходить в совершенно разных формах. Это может быть преследование Со стороны людей, Которые враждебны Евангелию. Это могут быть какие-то Жизненные обстоятельства. Это может быть Какие-то непонимания, Какие-то недоразумения, Обиды в церкви. То есть что-то, Что человеку препятствует верить, И он не имеет в себе корня, И он соблазняется. То есть он утрачивает веру. Он говорит, Ну вот я думал, что все будет хорошо, А вот со мной что-то не так пошло. Или я столкнулся с непониманием. Я столкнулся с какими-то конфликтами в церкви. Я столкнулся с тем, Что вот Бог не устроил так, Как я хотел, чтобы он устроил. И он уходит. Посеянная в тернии означает Того, кто слышит Слово, На заботы векосевое обольщение богатства, Загушает Слово, И оно бывает бесплодным. То есть человек услышал Слово, Он его теоретически принял, Но у него есть масса забот векосево. У него есть масса забот, Масса увлечений, Масса работы. Ему есть чем заняться. И он забывает. Ему некогда. Часто люди говорят, Что молиться некогда, В церковь ходить некогда, Слово Божие читать некогда, Читать богочестивые книги тоже некогда. И было интервью со святейшим патриархом Кириллом, Где ему этот вопрос поставили, Ну а что, если некогда? И он ответил так, Что молитва — это не хобби, Которое может хватать или не хватать времени. Вот понятно, что хобби — это то, Что мне нравится, То, что меня увлекает, Но то, на что мне может времени не хватать, Я должен работать, Я должен заботиться о семье, Я должен выполнять разные свои обязанности. Молитва — это то, Что является самым важным в жизни христианина. Это важнее, чем на работу ходить, Это важнее, чем что бы то ни было еще. И когда человек сначала В основании своей жизни ставит молитву, Я в первую очередь, то, что я делаю, Просыпаюсь, я молюсь Богу. И в воскресенье я обязательно иду В церковь на службу. Вот как я на работу хожу, Так я иду в церковь на службу В таком же обязательном порядке. Я не хожу на работу под настроение, Без работы останусь тогда. Также и в церковь надо ходить не под настроение. И вот когда человек ставит на первое место молитву, У него все остальное оказывается на своем. Внезапно оказывается, что времени хватает. Внезапно оказывается, что он все успевает. Надо только на первое место ставить Им на молитву и общение с Богом. Другую притчу предложил он им, говоря, Царство небесное подобно человеку, Посеявшему доброе семя на поле свое. Когда журяди спали, Пришел враг его и посеял между пшеницей плевел И ушел. Когда взошла зелень и показался плод, Тогда явились и плевелы. Придя же, рабы до молодыки сказали ему, Господин, недоброе ли семя Сеял ты на поле своем? Откуда же на нем плевелы? Он же сказал им, Враг человек сделал это. А рабы сказали ему, Хочешь ли пойдем и выберем их? Но он сказал, Нет, чтобы выбирая плевелы, Вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. И во время жатвы я скажу жнеца, Соберите прежде плевелы И свяжите их в связке, Чтобы сжечь их. А пшеницу уберите в житницу мою. Царство небесное, То есть Божие вводычество, Подобно человеку, Посеявшему доброе семя на поле своем. Когда люди спали, Пришел враг его, Посев между пшеницей плевелы, И ушел. И пшеница — это сыны царствия, Плевелы — это сыны лукавого. И время от времени в человеческой истории Возникает соблазн, Который передается иронической фразой, Что вот все хорошие люди должны объединиться И убить всех плохих. Но это никогда не работало, Хотя это пытались сделать, Потому что оказывалось, Что хорошие люди, Они тоже плохие. И остается только всех поубивать вообще. Но в истории религии, В истории христианства тоже Бывали случаи, Когда люди думали, Что нечестивцев, Что плохих людей, Что грешников Можно просто искоренить как-то физически, Их подавить, И наступит Буголепие, Наступит Бугодать. Господь говорит, Что нельзя так делать. Надо оставить то и другое расти До жатвы, То есть до Божьего суда. Почему? Потому что, В отличие от растения, Которое, Если это сорняк, То это навсегда сорняк, Человек обладает свободным произволением, И как святой Иоанн Звутоуст, Например, указывает, Что какая-то часть из плевел Сделается пшеницей. То есть какая-то часть Из нечестивых, грешных людей Покается обратиться к Богу. И не следует пытаться Предвосхищать Божий суд И своими силами как-то Преследовать нечестивых. Это абсолютно не наше дело. Наше дело свидетельствовать о Евангелии, Проповедовать Слово Божие, И главное, жить по Евангелию. Господь говорит, Нет, чтобы, выбирая плевелы, Не выдергли вместе с ними пшеницы. Как Златоуст на это указывает, Той пшеницей, Которая потом будет из плевел. Оставьте расти вместе То и другое до жатвы. Жатва — это такой многогранный образ Священного Писания. Это и образ собирания верующих В Царство Божие, Но это также образ суда, Когда уже будет произведено Окончательное разделение На злых и добрых. Иную притчу предложил он им, Говоря, Царство Небесное подобно зерну горчичному, Которое человек взял И посеял на поле своем, Которое, хотя меньше всех семян, Когда вырастет, Бывает больше всех зваков И становится деревом, Так что прилетают птицы небесные И укрываются в ветвях его. Царство Небесное — Это вот серия притчей о царстве, Наверное, Хотя мы об этом говорили раньше, Нам стоит уточнить еще раз, О чем идет речь, Что такое царство. Царство — это Божье владычество. Небесное, потому что В те времена люди избегали Прямо говорить слово «бог», Потому что они опасались Нарушить заповедь, Не поминая в суе имени Господа Бога твоего. И они заменяли слово «бог» Иногда на слово «небо». Царство Небесное — Царство Божие. И царство означает Водычество, Царствование. И это водычество, Оно подобно горчичному зерну, Которое человек взял И посеял на поле своем. То есть оно растет Очень медленно. Зерно, оно прорастает Медленно и как будто незаметно. Мы обычно не отслеживаем, Как оно растет. Но когда оно вырастает, Бывает больше всех зваков И становится деревом. Прилетают птицы небесные, Укрываются в ветвях его. И царство, Здесь мы видим, Как царство Практически отрождествляется С церковью. Господь посеял Малое горчичное зерно. Когда он вознесся, Церковь — Это очень небольшая группа людей. И эти люди Очень незначительны В мирском плане. У них нет денег, У них нет власти. И они находятся Внутри Огромного Языческого мира. Вот есть это Абсолютно мощная Римская империя. Империя мощная Не только в военном, Не только в политическом, Но и в культурном отношении. Есть блестящая Эллинская культура, Которая Распространилась По всему тогдашнему миру. И есть вот эта Маленькая группа людей, Которая Идет проповедовать Воскресшего Христа И кончается тем, Что весь мир Обращается К Христу. Через три века Сам римский император Становится христианином. А вот это Дерево, Которое Начинается С служения Господа, Оно Разрастается И Покрывает Весь мир Сейчас. Христианство Это самая Распространенная Религия В мире. Иную Притчу Все это Представляли. Вот Придет Мессия Мессия Будет Могучий Воин Мессия Сокрушит Наших Врагов И установит Царство В результате Такого Переворота В результате Революции И Господь Дает образы Которые Выглядят Совершенно По-другому Что Царство Это Что-то Что Растет Очень Медленно Очень Постепенно И Как-то Без бурных Переворотов Как-то Ненасильственно И Это Царство Оно Медленно И постепенно Растет Пока Не Не Наступает Жатва Пока Не наступает Конец Этого Мира То есть Царство Это Что-то Что Медленно Охватывает Этот Мир В результате Деятельности Церкви В результате Служения Множества Христиан В этих Притчах О Царстве Стоит Еще Одну Вещь Отметить Иногда Люди Недоумевают Почему Конец Света Не Произошел До сих Пор Почему Он Не Произошел Вот Как Есть Некоторые Указания Можем Найти В Библии Что Его Ожидали Первые Христиане Вот Вот Обещал ли Господь Быстро Конец Света На самом деле Вот Эти Притчи Притча Дереве Притча Закваски Говорит О том Что между Первым Пришествием Господа И вторым Проходит Значительное Время Дерево Растет Медленно Закваска Закисает Медленно То есть Проходит Какое-то Длительное Время Это Не Что-то Что Резко И Сразу Происходит И Мы Видим Как Длительная История Разворачивается Между Первым Вторым Пришествием Господа Тогда Иисус Отпустив Все Сие Иисус Говорил Народу Притчами И без притчи Не говори вам Да сбудется Реченное Через Пророка Который Говорит Отверз В притчах Устамы Из реку Сокровенная От создания Мира Тогда Иисус Отпустив Народ Вошел В дом И приступили К нему Ученики Его И сказали Изъясни нам Притчу О плевелах На поле Он же Сказал В ответ Сеющий Доброе Семь Есть Сын Человеческий Поле Есть Мир Доброе Семь Это Сыны Царствия А плевелы Сыны Лукавого Враг Посеявший Есть Дьявол Жатва Из Кончина Века Жнецы Суть Ангелы Посему Как Собирают Плевелы И огнем Сжигают Так Будет При Кончине Века Сего Пошлет Сын Человеческий Ангел Своих И Соберут Из Царства Его Все Соблазны И Делающих Беззаконие И Вернутых В печь Огненную Там Будет Плач И Скрешет Зубов Тогда Праведники Воссияют Как Солнце В царстве Отца Их Кто Имеет Уши Слышать Да Слышит Жатва В данном Случа Это Образ Конца Мира Который Наступит Но Мы знаем Что Урожаи Вырастают Очень Не сразу Это Занимает Достаточно Долгое Время И Человек Который Производит Сельскохозяйственные Работы Он Трудится Он Вкладывает Огромные Усилия И Делает Это Долго То есть Это Так Не бывает Как В детской Сказке Где Лиса Алиса И кот Базили Уверяют Бедному Буратину Что Дерево Вырастет За ночь Так Не бывает Урожай Между Пассивом Урожаем Проходит Долгое 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 Время Время Которое Требует И Терпеливого Труда Со стороны Людей Которые Возделывают Эту землю И так Между первым Вторым Пришествием Господа Проходит Какое-то Время И Долгое Время Но Это Пришествие Происходит И происходит Страшный Суд И происходит Разделение На спасенных И осужденных И Господь Произносит Эту фразу Кто имеет Уши Слышит Да Слышит Это Говорит О том Что Фраза Которая Говорит Вы это знаете Вы не можете Этого Отрицать В древности Глашатый Которому Нужно Было Что-то Сообщить Он Приходил В селение И он Громко Кричал Кто имеет Уши Слышит Да Слышит В наши Дни Всем бы Разослали Какие-нибудь Оповещения Там Повестки В то Время Это была Фраза Когда Человек Просто Что-то Громко Провозглашал И говорил Ну Теперь Вы это Услышали Вы не можете Сделать вид Что вы этого Не знаете Вы должны Из этого Исходить Еще Подумно Царство Небесное Сокровище Скрытому На поле Которое Найдя Человек Утаил От радости О нем Идет И продает Все Что имеет И покупает Поле То Ну Такой Достаточно Бытовой Пример Действительно Человек Шел По пулю Нашел Там Клад И он Понимает Что этот Клад Это гораздо Больше Всего Что у него Есть И гораздо Гораздо Больше Всего Что он Когда-либо Заработает Такой Сундук С золотом И он Продает Все Идет Покупает Это поле Чтобы завладеть Этим Сокровищем И вот Царство Небесное Это сокровище Которое Гораздо Гораздо Драгоценнее Всего Что мы Можем Помыслить Всего Что у нас Когда-либо Может быть В этой жизни Каких-либо Радостей Каких-либо Утешений Царство Божье И саму жизнь Еще Подобно Царство Небесное Купцу Ищущему Хороших Жемчужин Который Найдя Одну Драгоценную Жемчужину Пошел И продал Все Что имел И купил То есть Царство Это настолько Большая Драгоценность Что Будет Единственным Разумным Поступком Продать Все Что ты Имеешь Отдать Все Что ты Имеешь Для того Чтобы получить Это царство Еще Подобно Царство Небесное Неводу Закинутому В море И захватившему Рыб Всякого Рода Который Когда наполнился Вытащили На берег И сев Хорошее Собрали В сосуды А худое Выбросили Вон Так будет При кончине Века Изойдут Ангелы И отделят Злых Из среды Праведных И вернутых В печь Огненную Там будет Плач И скрежет Зубов Это Еще одно Предсказание Господа Еще одна Притча О страшном Суде И о том Что произойдет Неизбежное Разделение На спасенных И погибших Злых Отделят И вернутых В печь Огненную Там будет Плач И скрежет Зубов И конечно Мы понимаем Что печь Огненная Это все Притча Конечно Это притча И когда Господь Говорит О гигиене Огненной Где Огонь Не угасает И червь Не умирает Это конечно Же Образы Но Это образы Которые описывают Нечто В высшей степени Ужасное Понятно Что когда человек Например Говорит У меня разбито Сердце Оно у него Буквально не разбито Он был Упал Умер Если бы оно Было буквально Разбито Но не имеет ввиду Что-то хорошее Он имеет ввиду Что он чем-то Глубоко Опечален И Когда Господь Говорит Об огненной Печи И оскрежете Зубов Мы можем Это не понимать Буквально Но речь идет О чем-то Очень Плохом Речь идет О чем-то Очень Жутком Речь идет Об Аде И здесь Возникает Конечно Вопрос Часто у людей И у неверующих И у верующих А как так Вообще Мы же знаем Что Господь Есть любовь Что Бог Преисполнен Бесконечной Милости И мы Это слышим В церкви Его же благость Безмерная Человеколюбие Неизреченно И вот Злые Будут вернуты В печь огненную Они Столкнутся С чем-то В высшей степени Жутким Почему так О чем идет речь И Есть люди Которые говорят Ну мы не верим В ад На самом деле Все падут в рай Всем будет хорошо Все будет нормально Не о чем беспокоиться Почему они не правы Девы в общем Ад Это То что человек Грешный Человек злой Носят в себе И Где бы мы не поместили Этого грешного Злого человека Он будет устраивать Ад И там Я попробую Привести такой пример Я давно Давно Смотрел документальный Фильм Би-Би-Си О разделе Индии И страшной резне Которая при этом Произошла Между индуистами Сикхами И мусульманами И там берут интервью У очень пожилого Сикха Который сидит Поглаживает Кривую саблю И похваляется Что ни один мусульманин От него не ушел Тогда живым И у него Спрашивают Ну как Вы не сожалеете Об этом Вот людей убивали Говорят А чего это я должен Сожалеть Да они ж гады Вырезали половину Нашего народа И вот этот человек Умрет Он наверное уже умер Он пожилой уже был На этот момент И Как его можно вести В рай С его Ненавистью И с его гордостью Как он окажется В раю Он и там Продолжит ненавидеть Он и там Продолжит убивать Раз он в этом Не раскаивался Но тогда Это будет не рай Ад Если пустить Нераскаянных Злодеев В рай Они там Устроят Ад И Для того Чтобы войти В рай Человек должен Очень глубоко Перемениться Он должен Освободиться От греха Он должен Очиститься Потому что Если в рай Войдет что-то Нечистое Что-то злое Это уже не будет Раем И для того Чтобы рай Оставался раем Нужно Чтобы злое Оставалось За дверями Но если люди Не хотят Очиститься Если люди Не хотят Покаяться Если люди Предпочитают Остаться Злыми Значит Они останутся За воротами Значит Они останутся Во тьме Внешней Это не вопрос Нехватки Милосердия Со стороны Бога Божьей Милосердии Неисчерпаемо Любой Самый Проклятый Злодей Может Покаяться Пред Богом Обрести Полное Прощение Но если Он не хочет Если он Предпочитает Оставаться Злодеем А он Может У него Свободная Воля То что же Делать Все равно Везти его В рай Он там Устроит Ад Останется Только Оставить Его За дверью И он Будет Скрижетать Зубами Конечно И ему Это Не Понравится Но Он Останется За воротами И это Неизбежно Не потому Что у Бога Не хватит Милости А потому Что Никакая Милость Не может Исправить Человека Насильно Поэтому Господь Предостерегает Нас Со всей Серьезностью Что Мы Не должны Быть Злыми Если мы Злым И должны Покаяться Потому Что Посмертная Участь Злых Она Очень Нехороша И спросил Их Иисус Поняли Ли Вы Все Это Они Говорят Ему И спросил Иисус Поняли Ли Вы Все Это Они Говорят Ему Так Господи Он же Сказал Поэтому Всякий Книжник Наученный Царству Небесному Подобен Хозяину Который Выносит Из Сокровищницы Своей Новое И Старое И Когда Окончил Иисус Притча Сии Пошел Оттуда И Книжник Научный Царству Небесному Подобен Хозяину Который Выносит Из Сокровищницы Своей Новое И Старое То Есть Конечно Быть Книжником Быть Человеком Начитанным Ветхом Завете Это Ни в коем Случа Не плохо Само По себе Плохо Когда Это Делается Поводом Для Противления Когда Человек Обратился Когда Он Принял Царство Божие Он Выносит Из Сокровищницы Своей Новое И Старое И Когда Окончил Иисус Притча Сии Пошел Оттуда И Придя В Отечество Своё Учил Их Так Что Они Изумлялись И Говорили Откуда У него Такая Премудрость И Силы Не Плотников Ли Он Сын Не Его Ли Мать Называется Мария Братья Его Иаков Иосиф Симон Иуда И Сестры Его Не Всели Между Нами Откуда Же У него Все Это И Соблазнялись О Нем Иисус Сказал Не Бывает Пророк Бесчести Разве Что В Отечестве Своем И В Доме Своем И Не Совершил Там Многих Чудес По Неверию Их Иисус Приходит В Отечество Свое То В Город Назарет Где Он Вырос И Учил Их В Синагоге Их И Они Изумляются Они Говорят Да Мы Знаем Его Семью Тут Упоминается Мать Мария Иосиф Не Упоминается Видимо Он На Этот Момент Уже Скончался Братья Его Иаков Иосиф Симон Иуда Это По Видимому Старшие Братья В том Смысле Что Иосиф Вступая В брак Смари Был На тот Момент Пожилым Богочестивым Вдовцом Мы Видим Он Умер И Все Его Знают Вокруг Он Тут Вырос Мы Знаем Его Семью И Люди Не Верят Что Это Некто Великий Люди Считают Что Он Не Может Быть Мессией Потому Что Они Привыкли К тому Что Он Занимает Определенное Место Вот В этой Деревенской Иерархии Место Не Очень Высокое Он Младший Брат У него Есть Старшие Братья Которые Ну Сводные Братья Дети Иосифа Которые На него Смотрят Несколько С высока И Вдруг Оказывается Что Вот Он Оказывается Кем-то Выдающимся И Это Не Укладывается В Представление О том Как мир Должен О нем Они Не Верят И Результат Этого Неверия Не Совершил Там Многих Чудес По Неверию Их Почему Вера Нужна Для Совершения Чудес Потому Что Бог Не Принуждает Бог Не Ломает Человеческую Волю Демонстрируя Какие-то Такие Чудеса Которые Бы Вынудили Человека Поверить В то Что Бог Есть Вот Иногда Людям Хочется Чтобы Бог Вот Какое-то Такое Явил Чудо И Чтобы Все Безбожники И Насмешники Тут же И Заткнулись Чтобы Они Тут же Упали И Покаялись Но Бог Так Не Делает Бог Дает Людям Прийти Возможность Прийти К Нему По Своей Свободной Воле Бог Отказывается Их Принуждать И Поэтому Бог Не Творит Чудес Там Где Эти Чудеса Не Принимают Там Где В Них Не Верят Мы С Вами Прочитали 13 Главу Евангелия От Матфея Мы Читаем Писание В рамках Библейского Портала Экзегет Ру